Микс Ньюс Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да, и два входа в них Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложный вопрос, и это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос, у меня был господин Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон И говорим еще раз, добрый день, доброе утро Председатель правления товарищества центра консультации собственников квартир Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко в нашей студии Здравствуйте Добрый день Вопросы можно задавать по телефону 67-212-93-9, 67-213-93-9 Любые вопросы, которые касаются, конечно, коммунального хозяйства Пишите нам также на номер 230-6191 Ну и учитывая, да, что в прошлом часе мы как-то говорили о неприятном, о коронавирусе, который сейчас из Китая пугает население всего земного шара В общем-то, может быть, стоит начать с хороших новостей Да, есть хорошая новость для собственников квартир По-моему, на прошлой неделе Министерство экономики опубликовало информацию о том, что завершено исследование несущих конструкций блочно-панельных домов Это крупноблочные дома 464 серии Ну, переведем это на простой язык Это так называемые литовки, пятиэтаж Пятиэтажные панельные дома литовского проекта Их строительство было с 70-го и до конца вообще Пока строилось многоквартирное жилье с серийным методом Это обследование показало, что конструкции домов стабильны Что силовые элементы находятся вполне себе в приличном состоянии И никаких опасений, никакой угрозы или никаких прогнозов относительно печальной судьбы этих зданий сделать невозможно Мы ведь раньше говорили о том, что есть угроза того, что если вдруг возникнут сомнения в их возможности эксплуатации Что это может вызвать действительно такой коллапс на рынке жилья Поскольку тогда непонятно, что дальше делать Огромное количество людей проживает в домах этой серии И в случае, если бы их признали, что ресурс подходит к концу этих домов То тогда бы возникли очень большие вопросы Что делать дальше? Ну давайте мы разделим этот вопрос на два На данный момент, как и предполагалось Ничего особо выдающегося в этих домах Нету такого с точки зрения каких-то опасений В силу того, что они были спроектированы в свое время на 100-150 лет службы И их сегодняшнее состояние, насколько я понимаю Соответствует тому прогнозу, который заложили проектировщики Далее, тут есть два варианта развития Что и подчеркнуло Министерство экономики Что эти дома могут сохранять свои положительные свойства При условии соблюдения специальных условий эксплуатации Что было в свое время и в советское время Было предусмотрено инструкциями по эксплуатации И насколько я понял из публикации В ближайшее время и в Латвии будет обнародована инструкция Или указание по технической эксплуатации этой серии Этого типа, я бы сказал, домов Потому что конструктивно вряд ли можно сильно Силовые вот эти соединения, которые являются основным Несущим элементом конструкции крупнопанельных домов Они там и в 9 и в 12-этажных домах не сильно отличаются Поэтому это можно условно экстраполировать вообще на весь объем крупнопанельного строительства Но в принципе это ни в коей степени не предвещает никакой беды Это с одной стороны, но при условии все-таки грамотной эксплуатации Сейчас мы поговорим, у нас звонок Здравствуйте, пожалуйста Добрый день У меня такой вопрос Может быть не совсем сразу по теме, которую вы говорите Значит, два дома муниципального подчинения стоят на хозяйской земле В одном из домов был пожар Два отдельно стоящих строения Значит, нам в Парвалднекс раздали платежи И включили ремонт, значит, крыши одного из домов на эти два дома На всех жильцов этих двух домов Отдельно стоящие строения с отдельными, значит, ну, как бы функциями Как можно это прокомментировать? Насколько это все правомерно в данной ситуации? И цифры, в общем-то, без предупреждения, очень крупные Но относительно величины цифр никаких комментариев не будет Потому что, ну, Вимон Крыш есть Вимон Крыша, он дешевым на сегодняшний день не бывает А уже абсолютные цифры Это компетенция собственников квартиры Это раз Почему одновременный счет обоим отдельно стоящим здания Это зависит от того, как зарегистрировано ваше имущество Как единый комплекс или имеет два различных кадастровых номера Тут надо смотреть Два различных кадастровых номера, но один земельный участок Земельный участок, во-первых, у вас земельный участок, как я понял, он разделен с собственностью Потому что он стоит на частной земле, значит, никакой связи нет из-за этого Это первое, это первое, то есть у вас связи между домом и землей уже нет Поэтому дальше, ну, нужно совершенно четко смотреть, какие были основания Я не склонен предполагать, что это было сделано, ну, так вот, произвольно, просто так Но, скорее всего, надо смотреть, в чем особенность данного случая Именно вашего Ну, вот, мотивировка была такая, что именно потому, что это на одной хозяйской площади, на одном участке земли И что разделить отдельно, это невозможно Отдельно два стоящих строения Видите, юридическое отделение, опять-таки, я повторяю, что это нужно смотреть, как зарегистрированы два этих здания Вот этот вопрос, потому что земля есть земля Два здания, они, если они каким-то образом, ну, как они связаны Ну, по телефону я вам точно ничего не скажу Ну, я понимаю, да Да, 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 да Да, спасибо Хорошо Ну, теоретически, вот, если мы уже говорим, что многоквартирные там дома могут стоять на хозяйской земле Там многие есть участки, там даже в Пурцемсе, где-то в другом Что если там три-четыре дома стоит, и не может быть, чтобы они только по этому принципу объединялись Понимаете, тут очень много вариантов, которые неизвестны Допустим, эти два дома, я не успел спросить, а возможно, они зарегистрированы как копии, по шуму То есть люди имеют идеальные доли, не разделены на квартирную собственность Они под единым обозначением, они являются общей собственностью всех жильцов Там есть нюансы, о которых сейчас вот так вот не скажешь В принципе, отдельно стоящее здание, разделенное на квартирные собственности Ну, такого смешения по земле не может быть Да, пожалуйста Доброе утро Доброе утро Вот такой вопрос Значит, это коррекция воды, не учтенка какая-то там, перелив, разлив И вот у меня, сдаю по электронной почте эти показания счетчиков регулярно И счетчики у меня, значит, стоят по этому И пришло вот это, новый счет пришел 17 кубических метров мне приписано этой коррекции 33 евро Вот так на дом там 1048 кубических метров перелив этот, да? Ну, так можно написать, что хочешь И теребить, да? Значит, найти, где кто там ворует или больной перелил Там включил, не выключил кран Это нельзя А вот просто из кошелька изъять 33 лата Это 33 евро Это, пожалуйста Это уже второй раз Один раз мне на 69 лат На 69 лат прислали такое, да? И платишь, и все, и молчишь И позвонила я, ну и что? Ну и что, ничего? Спасибо Вот объясните, как это Такие показания Отписывают, кто там Инженера, коммуникальщики есть Или кто? Спасибо Ну, здесь опять надо начинать с самого начала Я не склонен говорить, что кто-то что-то приписывает По условиям города Риги Основные показания, которые определяют потребление воды домом С ним является общедомовой счетчик Сколько он показал, столько воды потребил дом Это закон Следующий вопрос Каким образом распределить эту потребленную его домом воду Между квартирами? При помощи счетчиков И вот тут начинаются всевозможные чудеса На самом деле, то, что вот Дама сказал Ну, для меня это такая чудесная штука Или это была какая-то очень крупная авария И действительно была физическая протечка воды Что не исключено Но тогда об этом должно было быть опровещено жильцам Да, действительно, это их денежные потери Но, по крайней мере, об этом должно было быть сообщено Что была крупная авария И была большая утечка воды Или это, скажем так, результат забывчивости Невнимательности и самодеятельности отдельных жильцов Особо одаренных Теперь, то есть, я имею в виду, что какие-то действия Вольные или невольные жильцов, которые, собственников квартир Которые приводят к искажению То есть, если у вас квартиристы и счетчики То, по идее, собрав все показания счетчиков Ну, более-менее цифры показания большого и маленького Должны сходиться Ну, может быть, разница 20-25% Но никак не там, скажем, тысячи кубов Это что-то такое невероятное даже Ведь... И в этом случае Что может сделать управляющая компания? Во-первых, мы не являемся какими-то ясновидящими Мы в начале месяца не можем предвидеть, что будет в конце месяца И, соответственно, мы можем столкнуться только с фактом Вот мы столкнулись с фактом, что же собственники квартир сдали показания такие Домовой счетчик показания такие Разница ужасающая Ну, вот по этим следам мы можем чего-то пытаться делать Что реально можно сделать? Реально можно выловить путем тотального обхода Если человек, ну, сознательно искажает показания Допустим, он потребляет 30 кубов А сдает показания, что он потребил 2 куба А на счетчике эти... Ну, вот это вот Тогда ты можешь зайти в квартиру и увидеть Если человек воздействует на показания счетчика Каким-то другим способом, а не имеется То в этом случае ты ничего не можешь Ты приходишь, у него сколько есть, столько есть А что ты дальше увидишь? Тем более, если кто-то говорит об установке каких-то там устройств Ну, естественно, ты для того, чтобы попасть в квартиру Ты должен предупредить собственников, что будет осмотр и так далее Естественно, люди не глупые, они подготовятся соответствующим образом Поэтому эффективности в обходе я особо не вижу Это единственное, когда срабатывает Это у меня было на практике, когда арендованные квартиры То есть квартира сдается в аренду Арендатор сдают какие-то совершенно смешные цифры И потом, когда удается попасть в эту квартиру Ну, выясняется, что на счетчике накручены большие суммы А все остальное, это ничего там сделать нельзя Единственный способ, который сейчас существует на рынке И при таких затратах, то, наверное, собственникам квартиры надо задуматься Это об установке одномоментно во всем доме счетчиков с радиосигналом То есть где дистанционное считывание происходит Какие преимущества? Да, это достаточно дорого Но, тем не менее, один счетчик с установкой может стоить где-то до 40 евро, скажем так И после установки такого счетчика уже исключается возможность Первая, каких-то временных или математических манипуляций со счетчиками То есть ты снимаешь в один момент со всего дома счетчики Ну, то, что они имеют Второе, то, что эти счетчики, имея встроенную возможность Они определяют уже, фиксируют, что на счетчик происходило магнитное или механическое воздействие То есть они умеют это определять, эта электронная схема И в этом случае она тут же сообщает, что на этот счетчик, допустим, был установлен магнит Вплоть до того, что в такой-то момент Она указывает момент, время и дату, когда был установлен магнит И время и дату, когда он был снят То есть это в значительной степени Как одновременное снятие показаний Так и счетчики одного класса, установленные в одно время, значит, с одинаковой погрешностью Работающие, это в значительной степени может снизить вот такие неприятные случаи Другого варианта, фактически работающего варианта я не вижу Терриотизировать можно много Ну, разве не является это каким-то подозрительным, если одна квартира действительно показывает все время Что она не потребляет воду или практически там какие-то очень минимальные Хотя, по идее, там живут люди, мы понимаем, что там какая-то активная деятельность происходит Ну, подозрение есть, подозрение, а дальше? А что ты с этим подозрением сделаешь? Ты пойдешь в суд, суд скажет, давай доказательства Ты начислишь, ты опять выскочишь из рамок правового поля То есть, подозревать там можно, но толку от этого? Ну, вот у нас тут пришли вопросы пока на WhatsApp Я зачитаю один из этих вопросов Вопрос такой Дом провел собрание и оформил, и сдал решение собственников о том, что мы хотим собирать на ремонт деньги Летом, когда нет отопления Но я понимаю, что тут с этим ряд жильцов не согласны С поднятием на 2 цента с метра общехозяйствования квартир в ответ Не получено решение, письма нет, в квитанции за январь включено повышение и собраны деньги за ремонт Наше право ущемли, но что делать? То есть, я понимаю, что часть собственников квартир не согласилась с тем, что собираются собирать деньги на ремонт Но вот ты сейчас не согласна с тем, что им уже включили в квитанцию Значит, давайте мы тогда разберемся по последовательности Значит, я сейчас не обсуждаю, соблюдена ли при принятии этого решения вся процедура принятия решения Потому что это креугольный камень, согласно закону, если не соблюдена процедура, я подчеркиваю, принятие решения То в этом случае это решение можно протестовать Если процедура была соблюдена и 50 плюс 1% собственников квартир, от общего количества квартир в данном доме Решили, что будет такой и такой порядок создания так называемого накопительного фонда Или резервного фонда, или ремонтного фонда, как хотите называйте То это решение имеет законную силу и оно является обязательным То есть, если, допустим, дом принял решение собирать деньги в накопительный фонд с мая по ноябрь Ну, условно говоря, в таком-то размере, то это решение обязательно для всех Если он принял, допустим, что в зимний период с ноября по мае собирать 2 цента, а с мая по ноябрь там 20 центов То тоже это решение законное Поэтому я не очень понимаю, на каком основании А в случае компания не учла решение этого протокола и почему она его Тут пишут, нет, тут пишут ситуацию, я не совсем, получается, понял, что РНП не стал реагировать на наше решение То есть, я понимаю, что собственники решили, что собираем деньги на ремонт А РНП собирает больше Да, или собирает больше, или не отреагировала на это предложение В случае с РНП есть еще один момент, и вообще с любой управляющей компанией То есть, вы можете принять решение о добровольных взносах в этот фонд И после того, как вы приняли решение, эти взносы являются обязательными Это в соответствии с законом То есть, если, но у управляющей компании, которая проводит обслуживание вашего дома В случае возникновения неотложных ремонтов То есть, тех ремонтов, когда это аварийные ситуации Это угрожающие стабильности конструкции, какие-то там дефекты и так далее В этом случае, если собственники не принимают решение или не успевают принять решение У управляющей компании есть право произвести эти работы и выставить счет Поскольку обязанность заботиться о сохранности здания, это все-таки обязанность собственника Поэтому здесь нужно смотреть, учитывает или не учитывает управляющая компания ваше решение С тем балансом, который был на сегодняшний день Допустим, если на сегодняшний день, на момент принятия решения На ремонты вашего дома было потрачено больше, чем собрано То, естественно, что управляющая компания сначала выберет эти деньги А после этого уже будет вам предоставлять, действовать в соответствии с вашим решением Ну и самое главное, в случае с РНП, принимая какие-либо решения Вам, наверное, в первую очередь надо было бы принять решение о том, что вы принимаете управление дома на себя В этом случае вы пересматриваете договор с РНП и уходите от правил От действия правил Кабинета Министров номер 408, где у РНП предсуждены по этим правилам Очень широкие полномочия в плане ремонтов и так далее Вы уходите на нормальное поле, где работают собственники квартир Тогда ваши решения будут гораздо более обязательны и важны Еще один тот вопрос пришел За январь выставлен юридически некорректный счет Нагрев воды 46 евро, при этом количество кубов не указывается Бухгалтерия не комментирует никак эти счета Я требую, хотя я требую их ответа в письменном виде Срок оплаты счета до конца месяца Ответ я не получаю И вот меня такое обслуживание не устраивает Ну, к сожалению, в многоквартирном доме не устраивать обслуживание должно По крайней мере 51% собственников В этом случае вы можете поменять управляющую компанию Приняв соответствующее решение Что значит юридически некорректный счет Мне немножко трудно понять Потому что на самом деле счет за горячую воду Как мы принято у нас говорить Он на самом деле такого счета нет Есть два раздельных счета Счет за объем холодной воды, которая вытекла из горячего крана И он идет по стоимости водоканала И счет за теплую энергию, которая ушла на подогрев воды Да, как правило, мы рассчитываем и связываем количество энергии с количеством кубов Каким образом считается в данном доме, есть и другие методы Есть и другие методы Как можно делить тепло, которое потрачено на подогрев горячей воды И поэтому нужно сначала узнать метод Здравствуйте, пожалуйста, доброе утро Добрый день Доброе утро Господин Сидор Калл Добрый Такой вопрос В довоянном доме в центре Риги Вот последние годы У нас очень слабый напор воды Особенно вечером, когда все дома Посудомойку не включить Газовый котел тоже постоянно включается То есть сто раз, а не два раза за день Скажите, вот сантехник из домоуправления приходил Говорит, что соседи сверху решили проблему Протянув дополнительную воду Вход воды из соседнего подвала, подъезда И вопрос такой Разве домоуправление не должно обеспечить напором воды весь дом И кто эту проблему должен решать Я или все-таки они по моему запросу Вопрос к вам такой Скажите, пожалуйста, у вас квартирная собственность, да? Да Понял На самом деле по правилам Рижской думы Водоснабжение За подачу воды на дом Отвечает ВИГа Судинца И по этим же правилам Там написано, что давление на входящем трубопроводе То есть на входе в дом Оно должно соответствовать давлению Необходимому для подачи воды На высоте Ну, в пятиэтажном доме Правда, не расшифровано В каком пятиэтажном доме Ну, будем условно говорить Это порядка трех Атмосфер Значит, если на входе такое давление обеспечено А внутри дома чего-то не хватает кому-то Это уже вызывается состоянием Либо арматуры Внутри дома Либо состоянием трубопроводов То есть Может быть где-то полузакрытый кран Просто на самом деле В момент, когда идет максимальное потребление воды То есть просто пропускной способности не хватает То же самое может относиться к тому Что заросли трубы Либо фильтрующие элементы Поэтому должна быть приведена Во-первых, давление должно быть в этом пределе Должно быть определена фактическая Ну, высота вашего здания И необходимые потребности И в этом случае нужно сделать комплексное техническое обследование Всего вашего здания Это должно сделать управляющая компания По вашему запросу Для этого, скорее всего, потребуется решение собственников Подтверждающие источник финансирования И после этого уже надо принимать соответствующее решение Либо менять трубы Может быть, менять диаметры на более большие Может быть, поскольку здание старое Оно не рассчитано было по диаметрам трубопроводов На столь большое потребление, которое мы сегодня применяем Или нужно менять трубы в силу их за зарастание Или ставить, если трое с трубами Все в порядке, повысительную станцию Давление воды такие тоже существуют Но это, в принципе, проблема Вы, как собственник квартиры, имеете право И должны обозначить В домоуправлении путем письменного заявления Домоуправление должно уже предложить вам пути решения Ну, то есть, без решения всех собственников То есть, 51% собственников жилья Это все равно не сдвинется Это, скорее всего, не сдвинется с места По той еще причине, что вот мы с вами обсуждаем А может быть, в других квартирах все окей Может быть, это просто специфика вашей квартиры Может быть, то ответвление, которое идет от общего стояка в вашу квартиру Может быть, там проблема Там только у нас только в одном подъезде проблема То есть, у соседнего подъезда нет квартиры Над нами, вот у них проблема Вы знаете, ну, тогда нужно обследоваться Что я вам могу сказать? Должно быть сначала обследование Это недорогое Может быть, даже и сантехник должен обследовать Потому что сантехник рассказывает, как решили А почему? Ведь решить-то не проблема Когда ты знаешь диагноз И решаешь очень легко А вот выявить Может быть, у вас где-нибудь закис, полузакрытый кран Вот и вся проблема вашего подъезда Его заменить, и будет давление нормальное Очень трудно так диагностировать Но, в принципе, домоуправление, в первую очередь, должно Озаботиться по заявлению тем, чтобы выяснить причину Почему у вас низкое давление А дальше уже что и как? Это уже следующий вопрос Понял Хорошо, спасибо Спасибо Сейчас вот вопрос мы зададим А ответ уже, наверное, после небольшой паузы Здравствуйте, пожалуйста Да, вы вы? Доброе утро Господин Сидорко, у меня вот такой вопрос Я живу в доме, где преимущественно живут пенсионеры Летом я не жила вообще в этой квартире У меня показания счетчика были по нулям И плюс 5 перерасход Сейчас у меня где-то, ну, 2 куба И плюс 3-5 перерасход В феврале месяце мне нужно менять счетчики То есть, если сейчас я поменяю на умные счетчики А весь дом не поменяет То перерасход воды у меня будет на меня рассчитывать? Или нет, мне нет смысла тогда ставить эти умные счетчики? Это вопрос номер один А второй вопрос будет такой Когда мы подписывали с РНП договор о доверии Доверенность, кажется, мы писали Мы написали, что все строительные работы по улучшению Обязательно согласовывать с нами Любые сметы согласовывать с нами Нам сделали ремонт Что-то подкрасили на шестом этаже Сняли тысячу евро Мы об этом даже никто не знали Как вот это тоже расценить? Спасибо большое Спасибо Ну, мы вот тогда сейчас сделаем небольшую паузу Буквально на минутку После чего продолжим программу Добро пожаловаться Итак, продолжается программа Добро пожаловаться Председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартиры Председатель правления Кооператива Бака-2 Сергей Сидорков В нашей студии Вот два было вопроса Один касался, значит, нужно ли ставить умные счетчики И второй по поводу... Ну, я второй озвучу потом, да Значит, относительно воды Во-первых, по всем правилам есть Когда выставляется счет завода Значит, выставляется счет завода Согласно показаниям данных По квартирным счетчикам И плюс нераспределенная разница Она распределяется между собственниками квартиры Отсутствие или наличие потребления В данный месяц в квартире Не освобождает от второй части счета От нераспределенной разницы Это первое К сожалению, это так И второй момент Это относительно умных счетчиков Дело в том, что Вообще вся проблема этой нераспределенной воды Она складывается из двух компонентов Одна это чисто техническая Там масса всяких технических причин И вторая это какие-то не... Ну, скажем так Сомнительные действия со стороны собственников квартиры Раздействия на этих счетчиков Избежать... Значит, для того, чтобы эти факторы Оба исключить одним ударом Или, по крайней мере, минимизировать все эти риски Можно только приняв общее решение И установив на весь дом счетчики Потому что поставить счетчики с радиосигналом Это значит, нужно поставить оборудование Для съема этого сигнала и обработки Это тоже стоит денег И для одного клиента Это, скажем так, вообще нецелесообразно Поэтому, на самом деле, в данном случае Ответ такой Да, умные счетчики надо ставить И за ними будущее Но это нужно делать сразу всем И независимо от того Пенсионеры и не пенсионеры Я при всем уважении к пенсионерам Могу сказать Такие собственники квартиры И собственники квартиры должны действовать Ну, скажем, сообща Для защиты своих интересов Тут сразу, просто, может быть, в тему Как раз тоже по поводу коррекции воды Заплатили за 2019 год 240 евро Вот тоже за коррекцию воды Сосед сказал, что поставил счетчик Новой сертификации И теперь не платит за коррекцию Может ли быть такое? Да нет Что вот у него стоит остатка Какая сертификация? Ну, не надо только вот это Понимаете, у нас все счетчики Не надо говорить, что они там магнитозащищенные И так далее Все счетчики, они у нас так называемые сухие То есть передача импульса с крюльчатки Передается через магниты Значит, каким-то образом магнитом Можно воздействовать механически Можно все равно воздействовать Это исключительно невозможно Можно фиксировать только Возможные воздействия Это первое Второе, ну, ставьте вы классом больше Классом меньше Все расчеты нормальные Показывают, что не в классе точности счетчиков В наших пределах, то, что мы меряем Не в этом дело Дело как раз таки вот во всякого рода Неточностях допускаемых человеком Сознательные или по ошибке И воздействий Опять-таки сознательным Или бессознательным Назовем это так Поэтому и в одном доме действуют единые правила Отдельно для какого-то соседа Ну, хотелось бы узнать А кто ему позволил И какой сертификат позволяет этого избежать Такого нет в природе Если перейти ко второй части вопроса Которую задала уважаемая дама Она касалась То, что СМИ эту выставили Значит, вопрос вот в чем заключается Что если вы своим решением не переняли дом на себя И как собственники квартиры не заключили с домоуправлением Вигас-Новопородник С уже нового типа договорного управления А находитесь на старой ситуации Которая была вот на момент приватизации В этом случае С позапрошлого или с прошлого года Действует правило кабинета министров Номер 408 Которое подразумевает Что любые ремонтные работы Домоуправления Планируя их Публикует информацию на своем сайте И там Эта публикация происходит За определенный период За определенное время По-моему, с 15 ноября Эта публикация должна появляться или октября Но это уточнить можно И там опубликовано по каждому дому Что домоуправление планирует На следующий год Производить такие-таки ремонтные работы И такой-то и такой-то стоимости Если дом не собирается В течение полутора месяца С момента публикации И не принимает решение о том Что он отказывается или не согласен То считается, что это принято Поэтому прежде чем Дальше оценивать действия Домоуправления Необходимо вам, наверное, посмотрите Домоуправление обязательно Но и в средствах массовой информации Я видел И видел, что на объявлении на домах Что по вашему дому Подготовлен план управления Зайдите, посмотрите Поинтересуйтесь Вы его должны протестовать Таков принят поведок Сегодня в домах Домоуправления Извините, я еще раз Потому что Может быть я неправильно Сформулировала вопрос Я хочу спросить Уточнить Значит, просто так выставить счет И снять 33 евро Это законно? А парлавник Имеет право Или не имеет право Приходить и проверять счетчики В квартирах Так вот пусть тот и платит Кто не открывает квартиру Вот как-то это можно урегулировать Полиции Все-таки это Тысячу кубометров Это что-то значит Да и регулярно 60-70 кубометров Каждый месяц Откуда-то выливается Да Вот это Можно привести это в порядок К тому же мы Когда собирали тут подписи За установление Вот этих дистанционных счетчиков Я подписала Да, установить Четыре человека Кажется подписались А остальные нет Значит, меня надо исключить Из этого Из этой выплаты Я согласна Дистанционно Пусть проверяют Мой счетчик И все Почему это такая Несправедливость А сколько всего жильцов Сколько всего жильцов Если, ну, чтобы было понятно Ну, у нас вот Грегоры 4 Грегоры дом 4 Это 65 квартир, наверное А в моей квартире я одна Пенсионерка И на меня на одну 17 кубометров Вот Навесить Как это так Это мне надо налить бассейн Утонуть в нем Да, 17 кубометров Это что, нереально для меня Спасибо большое Спасибо Ну да, вот 65 квартир Я понимаю, что не все согласны С установкой Я понимаю, что с установкой счетчиков Было согласно только 4 человека Да, да Из 65 Значит, может быть У остальных просто Есть основания Не соглашаться Но у Рига с нам Породникса Есть право Поставить без спроса У Рига с нам Породников В силу вот этих же 408 правил Кабинета министров Есть право Просто прийти В такой ситуации Чтобы вот Потому что Когда мы говорим Обходы Опять-таки Мы можем прийти Уже по факту То есть Там многое Что можно Изменить Это первое Второе То, что Это не Обходы Они не дадут действия Они могут разовое действие Но можно кого-то выявить Может кто-то такой вот Неосторожность Что он попадется На чем-то А в принципе Обход, как правило Ничего не дает Что значит Не пускает в квартиру Ну значит Если я не пустил В этот раз квартиру Значит Я на какой-то месяц Чего-то лишаюсь А дальше опять Все по-старому Поэтому на самом деле В данном случае Наверное Надо требовать От управления Домоуправления Чтобы оно реализовало Свои права И выставило всем Установило всем Эти счетчики Такое тоже возможно Вопрос вот Еще пришел к нам Через СМС Хотели поставить Во дворе мусорники Для сортировки отходов Но соседи Выставили их за ворота Потому что им важнее Парковка Можно ли принудительно Заставить соседей Поставить мусорники Для сортировки отходов Ну здесь вопрос такой Я бы хотел сказать Кому принадлежит земля Потому что в принципе Планировкой Использования земли Распоряжается Владелец земли Если эта земля Общая для всех То есть Это вот Приверзанный участок В этом случае Нужно Согласно закону Принять соответствующее Решение О правилах пользования Этим земельным участком И в том числе Выделить Землю для мусорников Земля в общей Порой собственности Значит тогда Решением собственников Большинством Здравствуйте Да пожалуйста Добрый день Добрый день Вот скажите пожалуйста Алло Да У меня такая проблема Вот в моей квартире Живет сосед Вернее Снимает квартиру И он пользуется Какой-то газовой установкой В квартире в моей Уже жить невозможно Потому что Идет вот этот Угарный газ Прямо Прямо в мою квартиру Он передвигается Из одной комнаты В другую Я так понимаю Что отопления У него нет Хотя у нас Центральное отопление В доме И он вот таким образом Обогревается В основном Он базируется Вот на ночь Он сразу чувствуется И слышно Очень слышимость такая Что он под Под комнатой Где лежит моя мама Она больная И вот Буквально Два дня назад Я ее отвезла В больницу Потому что она упала Потеряла сознание Упала на пол Вот Зашивали ее Сейчас страшное лицо Такое И Что еще Да И вот он Я уже пробовала Зайти в эту квартиру Поговорить С ним стучала Но он не открывает Никому Вызывала Аварин Но они Почему-то Я им объяснила ситуацию Но они почему-то Вот все Около моей плиты Толпятся Два человека И все время Проверяют мою плиту И сказали У меня все в порядке Они Ну хорошо Тогда что-то Они там меняют Что-то еще Но туда они Один раз Правда Они спустились туда Но он меня открыл Он никому не открывает Никуда не выходит Я не знаю Что делать Я когда захожу В свою квартиру Меня как будто Стопом бьет по ногам Виски И начинается сумасшедший кашель Вот я прямо Обхватываю Вот грудь Грудную клетку Руками Мне кажется Что все разорвется Как будто Кислорода не хватает Мучения такие Что это невозможно Вот я Вызывала полицию Звонила Но они Что мне сказали Ну я сказала Проблемы какие Они сказали мне Ну вот Зафиксируйте Что у вас С ногами там Ну Вообще Такой бред Как я могу Это зафиксировать Если Ну как я могу Справку взять От врача Что у меня ноги Там Током бьет по ногам Вот И потом Что еще Да Была управляющая БРНР Он тоже сказал Что Как будто издеваются Если вам мешает Что он там ходит Передвигает что-то Купите себе беруш Понимаете Ну Это просто издевательство По-моему Я вообще Я думаю Что это фирмы Выкупают Вот квартиры Купают И потом Их дают И я не знаю Почему они Как-то отключают Каким-то образом Отопление Я не знаю Что делать Спасибо Могут взять И забор воздуха Есть И лаборатории Которые могут проверить Наличие статического электричества Если объективные Параметры будут показывать Его наличие То в этом случае И превышение норм То в этом случае Можно Уже требовать От всех инстанций Выяснение Причины Возникновения И Соответственно Источник И тогда Какого-то воздействия Попасть в квартиру Наше законодательство Не предусматривает Никаких вариантов Кроме добровольного Попадания в квартиру То есть Есть два варианта Как можно попасть в квартиру Первый Это все-таки Достучаться до Собственника квартиры В принципе За состояние в квартире Отвечает Собственник квартиры Не арендатор А именно Собственник Десят ответственность Либо достучаться До собственника квартиры либо если установлен какой-то вред или опасность, то через суд. Должна быть санкция прокурора. Никто так просто не подойдет и в квартиру вламываться не будет и не имеет на это права. Поэтому случай тяжелый. В первую очередь я бы советовал уважаемой радиослушательнице вычленить ту объективную часть, то есть ту часть, которую можно замерить. И тот же самый шум, если человек производит шум, то опять-таки есть стандарты по замеру шума и тоже замерить. И только после этого можно что-то дальше предпринимать. Вот здесь уточнение прозвучавшего уже вопроса по поводу того, что в счетах бухгалтерии не указываются кубометры потребленной воды. И слушатель возмущается тем, что говорит, что получается, что вписывают любую сумму, какая захочет бухгалтерия, без основания, сколько же все-таки было употреблено воды. Опять-таки я вернусь тому, что есть разные способы распределения счета за тепловую энергию. Я подчеркиваю, за тепловую энергию. И если в доме есть централизованное горячее водоснабжение, то счет за тепловую энергию, который мы получаем от поставщика, то общее количество тепла определяется входным счетчиком. А далее есть разные методики, каким образом это количество тепла распределяется между отоплением и между горячей водой. То есть тем теплом, которое ушло на подогрев горячей воды, тем теплом, которое ушло на отопление. В данном случае дальше нужно уже смотреть на те внутри домовые методики, которые применяются в бухгалтерии. Общее может быть только одно. Как вы можете проверить справедливость выставленного счета, в необходимом результате аудита установить, не был ли превышен счет за тепловую энергию поставщика. То есть если сложить все, что выставлено жильцам за горячие воды и за отопление, это должно быть по сумме равняться тому, что выставил дому поставщик тепла. Доброе утро. Доброе утро. Алло, господин Сидорков, у меня такой вопрос. То, что касается перерасходов, это понятно. Это понятно, что если проблему невозможно решить как-то, то ее надо просто приложить на деньги налогоплательщиков. У меня вопрос другой. Вот, например, авария. Была авария, целый день устраняли неполадки, воды я имею в виду. И потом два часа текла реальная нефть, или кофе, или нефть, нельзя было пользоваться. То есть очень долго текла грязная вода. Мы же спускаем эту воду. А кто за это платит? Ведь мы, как жильцы, мы не отвечаем за аварию на линиях где-то. Но деньги, которые по счетчику переходят, вода, которая льется по счетчикам, она опять ложится на наши плечи. То есть я так полагаю, что еврейская мудрость, когда проблему можно решить за деньги, это не проблема, это только расходы, она в этом случае права. А вот как решается вопрос? Мы задавали вопрос нашему дому праву. Она сказала, что, скорее всего, никак. Ждите, чтобы соседи эту воду вылили. У меня такой вопрос, я прошу прощения. А авария произошла в пределах дома или за пределами дома? Нет, за домом. Она произошла на улице. То есть все дома сливали. Это была улица Саунас, это была осень, и вторая авария была на прошлой неделе. Я вас поздравляю с удачным выбором управляющей компании. Потому что на самом... Но это РНП. Ну, я не знаю, какая это компания. А как решается вопрос? Ну, это вы выбрали такую компанию, вам никто ее не навязывал. Хорошо. А как по закону решается такой вопрос? Очень просто. С водоканалом решается вопрос. У меня, допустим, в кооперативе, как только вот происходит такая ситуация, и действительно вода имеет механические примеси, мы фиксируем этот момент в доме управления и сообщаем водоканалу, и предупреждаем о том, что началась поставка некачественной воды. Если водоканал дежурной службы начинает сопротивляться, мы просто забираем образцы воды этой. И дальше до момента, пока не смывается, потому что эта грязь все равно должна куда-то уйти. Это неизбежно. Значит, мы этот период времени фиксируем, и потом с водоканалом вполне мирно решаем вопрос по среднему расходу. То есть они... Потому что мы даже брали, мы даже делали видео, да, как эти классы. Я все понимаю, на доме управления должно просто фиксировать эти факты, водоканал не сопротивляющий, водоканал в этом плане... И тогда он списывает какое-то количество... Да, он тогда сокращает этот счет. А значит, относительно счетчиков, то вы и разницы по воде, вы не правы, потому что здесь есть два момента. Первое, мы имеем такое ужасное отягощение, как соседи, и поэтому вот разница по воде – это плод коллективного творчества того коллектива, там из 60, 65 или 80 человек. Ну да, 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 с этим уже никто не даже не хочет. И за это удовольствие надо платить. Единственное, что я вижу сегодня, и имею тому подтверждение, что техническими средствами это возможности этого коллективного творчества на сегодняшний день можно сильно сократить. Но здесь нужно взвешивать, что вам выгоднее – платить по разнице или оснащать дом новой техникой? К сожалению, вот у нас время, сегодняшняя программа уже завершилась. Я думаю, что мы в следующий раз продолжим разговор о Сирии, Литовской, 464-й, потому что мы как-то так ушли на ваши ответы. Было очень сегодня много звонков. Спасибо большое. Председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко был в нашей студии. До следующего понедельника. Всего доброго.